Во деревне-то было в Ольховке, во деревне-то было в Ольховке. Лапти да лапти да лапти мои, лапти да лапти да лапти мои, лапти лыковые выходите-ходите. Анастасия, здравствуйте! Здравствуйте! С Рождеством вас! И вас! Я смотрю, вы готовы к нашей сегодняшней теме, к гаданиям. Мне тоже нужно переодеться? Да, я предлагаю вам сменить наряд. Отлично. Сарафан, рубаха и кушак? Да, все верно. Отлично. Ну все, я пошла переодеваться. Ну что, Анастасия, я готова встречать Рождество в русском стиле. На мне обычный повседневный сарафан? На вас, да. На вас повседневный сарафан. А у вас что за наряд? У меня рубаха свадебная. Чаще всего на гадания надевали именно самую красивую одежду, дабы предстать перед своим будущим женихом, которого они увидят или нагадают в самом лучшем свете. То есть и рубашка свадебная, и вышивка какая-то нарядная, символичная. Нарядная, конечно. И сарафан, и все говорит о том, что я готова, чтобы мой будущий муж увидел меня такой. Среди святочных гаданий много таких семейных на будущую жизнь, на счастливую жизнь? Конечно, ряд разных гаданий. Например, по ложкам гадали. С вечера заваривали кашу, варили кашу, например, либо с изюмом, либо с медом. Ну, это традиционная такая каша, но ее еще называли поминальной. Вот. В нее клали каждую, все правильно, да. В нее клали, в эту чашку с кашей, каждый свою ложку, у каждого же была своя индивидуальная ложка, накрывали хлебом, тканью и ложились спать. А утром, когда открывали ткань, убирали хлеб, смотрели, чья ложка перевернется, того смерть ждет. То есть еще и страшные гадания были? Ну, такие, да, на смерть тоже были. И в ложке еще с вечера заливали воду в ложку, клали на улицу. Если вода просела, то есть замерз лед, просела. Если вода просела в ложке, значит, тоже человека ждет смерть. А если бугорками, то это к здоровью и счастливой жизни. Почему нашим предкам так хотелось заглянуть в будущее и узнать, что же их ждет? А нам разве не терпится? То есть ничего не меняется? Ничего не меняется. А вот как церковь относилась к гаданиям? Это же такой языческий обряд. Я думаю, что не позволялось или закрывали все-таки глаза? Церковь крайне негативно относилась. Ни на что это не закрывалось глаза, все это считалось грехом. Могли человека наказать? Человека? За то, что он гадает? Нет, конечно. Вот он погадал, потом пришел в церковь на следующей неделе, и батюшка ему. Вот тебе за то, что ты нарушил. Чаще всего, конечно, никого не наказывали. Это все из прощения идет. Вера же, она больше про прощение, про то, чтобы отпустить грехи, а не то, чтобы наказать. Но иконы отворачивали, если в избега дали. Иконы отворачивали, крестики снимали, девушки распускали волосы. Все узлы на одежде. Вот у вас, например, сейчас в кушак завязан узл. Нельзя. Перед гаданием мы обязательно его с вами развяжем. Да, нельзя ни в коем случае. Было никаких узлов на одежде. Вот как-то так. Подготовиться нужно было. Подготовиться. Но все-таки желание заглянуть в будущее, узнать, что меня ждет в следующем году, сильнее даже Веры. Конечно. Не терпелось девушкам молодым, да и в том числе семьям большим, которым важно было знать, что их ждет. Голодный год или хлебосольный год. Здоровье или наоборот. У них же нестабильности было больше, чем у нас с вами сегодня в наше неспокойное время. Конечно. Хоть как-то им нужно было подтвердить, что да все будет хорошо и урожай будет. А кто придумывал ритуалы гадания? Ритуалы гадания шли всегда из народа. То есть придумала Машенька, ну так и было. И все подхватывали. То есть одни погадали, другие погадали, в соседнюю деревню съездили, рассказали и тоже начали. Все так и передавалось, все верно. А символов много вот в обрядах гадания? Вот не знаю, там ложка, полная или неполная, это жизнь, да, либо ты будешь жив-здоров, либо умрешь. Есть еще какие-то вот такие предметы, символы или слова-символы, которые заложены в обрядах гадания? Можно сказать? Ну, если говорить о словах, слово чур отгоняешь от себя, нечисть, да, например, когда девушка гадала, уже примеры гаданий пошли, девушка гадала на двух зеркалах, двух свечках, да, когда мы в полной темноте распускаем волосы, ставим два зеркала, одно держим сами, смотримся, ищем 12-й коридор зеркал. То есть нужно посчитать 12-е отражение? Да, обязательно сидишь, высчитываешь эти 12 коридоров, и в 12-м, как полагалось, ты должна была увидеть своего будущего мужа. А не дай бог что-то страшное увидишь, нужно сказать, чур меня, чур. И тогда ничего плохого не случится. Конечно, и сразу переставали гадать. А почему так много вот страшилок, вообще страха в святочных гаданиях, потому что и в темной бане гадали, да, на кладбище, наверное, тоже, на темном перекрестке, опять-таки черти, вся вот эта нечисть вокруг. Почему обязательно вот эта вот эмоция страха присутствовала? Так как святочные гадания, когда они у нас с вами? В период с Рождества до Крещения, всё так, 12 дней. Вся нечисть выходит. Вся нечисть, да, и народ верил, что пока церковь, так сказать, не отбила своё, вся нечисть бродит, и можно через неё узнать своё будущее, то есть заглянуть на него. То есть нечисть – это такой проводник в будущее, чтобы узнать что-то? Ворожба – это не то же самое, что гадание? Нет, конечно. Ворожба – это больше проколдовство. Гадание, оно идёт из народа, из предсказаний будущего, а ворожба – это уже изменение судьбы человека, можно так сказать. Как часто ворожили в деревнях и сёлах на Руси? Были ворожи, то есть колдуньи, которых боялись, не ходили к ним, обходили стороной, но особо смелые девушки, конечно, обращались к их услугам. Так, и что они могли сделать? Приворожить. Приворожить, сделать отворот, сделать заговор на смерть, сделать заговор на рождение ребёнка. Занимались разным. На самом деле моя прабабушка, я точно помню, говорила про соседку, моя бабушка жила в деревне, и про свою соседку говорила, она колдовка. И когда соседка хотела прийти в гости, она никогда её во двор не пускала, в избу уж тем более не пускала, во двор не пускала. И нам запрещала брать от неё что-либо, там, угощение разное, или что-то там передать, никакую посуду, ни в коем случае, говорила. Она колдовка. Хотя моя бабуля сама могла картишки, значит, раскинуть и говорила погадать. Пойдём я тебя поворожу на суженого, ряженого, там, какого-нибудь валетика достать. И это была такая бытовая, что ли, магия? Вот как часто это было не с каким-то злым умыслом, а просто часть жизни? Гадали на самом деле очень часто. То есть, если рассказывать из моей семьи, у меня по женской линии все женщины гадают на картах. То есть, я в том числе этим увлекаюсь. На самом деле, если из истории брать, то гадания, они были таким светским даже больше мероприятием. Могли собираться высшие сословия, какие-то девушки, например, и в тот же самый период святок гадать. То есть, такие же традиции, как у низших слоёв населения. То есть, гадали все, вне зависимости от социальных. Гадали все, то есть, это была забава такая, забава ради. Почему девушкам так важно было погадать на суженого, ряженого? Что менялось в их жизни с замужеством? Замужество меняло всю жизнь девушки. То есть, девичество оставалось в прошлом, а новая жизнь. Была уже на пороге, можно сказать. Но это девушкам хотелось выйти замуж, потому что это изменило бы их жизнь в лучшую сторону. Я правильно понимаю? Конечно. Или не всегда это случалось, просто хотелось уже уйти из отцовского дома? Бывали ситуации разные, как и на современную нашу картину, да, посмотреть. Кому-то хочется побыстрее от родителей уехать, а кому-то хочется создать свою чашу, свой дом, устроить свою личную жизнь и установить свои правила в своём доме. Но по любви замуж выходили на Руси? Конечно, выходили. Такие случаи были. Потому что, когда слушаешь какие-то истории или читаешь книги этнографические какие-то, может быть, сказки, былины, кажется, что девушки всегда не по любви выходили замуж. Вот их сосватали, делать нечего, нужно за этого парня замуж выходить. А что если вот, ну вот, любовь, а сваты никак не едут и не берут тебя в жёны? Та семья, куда тебе хотелось бы уйти? Тогда свадьбы играли убёгом. То есть молодожёны, можно сказать, парень с девушкой убегали. То есть они договорились изначально? Они договорились тайком после своих тайных свиданий и убегали, венчались. Но потом, когда они возвращались, они, конечно, просили прощения у родителей с обеих сторон. А церковь венчала таких сбежавших невесту-жеников? Тайком, да. Венчали тайком. Когда молодожёны возвращались, родители имели право простить или не простить и не пускать. То есть если они не прощали сына и его, не знаю, невестку, да, то что? Тогда им нельзя было заходить в дом родительский и жить в этой же самой деревне. Что тогда было с этими молодыми людьми? Они строили свою жизнь отдельно. То есть они как бы в род этот больше уже не возвращались? Они ждали, вымаливали прощения, если им это, конечно, было нужно. А, конечно, без семьи никуда в прошлом. То есть это и поддержка, и материальность. Всё равно, как бы девушка не выходила из своего прошлого, из своего детства, девичества, она всё равно оставалась той же девочкой, которой нужна была иногда и помощь, и в голодные времена. И когда чего-то не хватало, она могла и родителям ведь помочь. Так что это, думаю, с обеих сторон было выгодное прощение. Расскажите про сватовство тогда, как это происходило. Наверняка были какие-то тонкости, о которых мы сегодня даже не догадываемся. Сватовство проходило очень интересно. Со стороны жениха чаще всего это крёстная была, приезжала. Крёстная, потому что она больше всего знала про парня, все его секреты и грешки. Конечно. Приезжала крёстная и сваталась к невесте, то есть смотрела, что за девушка и подбирала уже кандидатуру, можно так сказать. Можно назвать её и свахой в каком-то роде. То есть она ездила к нескольким девушкам, присматривалась и потом уже рекомендацию давала парню. На вечерках, на гуляниях парень мог присмотреть себе какую-то девушку. Не просто ведь так эти все гуляния народные, праздники традиционные какие-то есть. Вот на тех самых вечерках были и танцы, и игры сближающие, когда девушку можно было и потрогать, и посмотреть поближе. Да, в народных играх тоже очень много деталей разных, которые сближали и могли оценить будущую невесту. Ну правда, это же важная эмоция, как человек пахнет. Мы иногда человека по запаху выбираем себе на всю жизнь. И тут тоже были такие детали, хотя наверняка они не знали, как это работает. Здорово. Так, дальше, как проходило сватовство? Встречались две семьи. Приезжала семья жениха к семье невесты и устраивали, так можно назвать, переговоры. Например, если жених пьет вторую кружку чая, значит невеста ему понравилась. Или если он снял фуражку и, например, положил ее рядом с собой, это значило то же самое. От родителей зависело тоже очень многое, потому что если родители еще не выпили вина, значит они не согласны. На условия, предложенные другими родителями. Это родители невесты, то есть они могли отказаться от вина, и это был знак, что мы не хотим выдавать свою дочь за вашего сыночка, да? Да, все верно. Так, а родители жениха могли отказаться от невесты? Родители жениха, они же были заинтересованы больше стороной, конечно. И могли приезжать и по нескольку раз, если им отказывали, и два, и три, и четыре. Но саму невесту, я так понимаю, никто не спрашивал. Саму невесту не спрашивали, она тихонечко, ее подзывали. Машенька, иди сюда, к нам тут сваты приехали. Она тихонечко выходила, стесняясь, смущаясь, садилась на уголки лавки, глазки потупив. На нее смотрели, оценивали, задавали ей какие-нибудь вопросы, на которые она тоже тихонечко и скромно отвечала. И все такие девушки на Руси были? Или кто-то бунтовал все-таки? И вот вам какие-то легенды попадались? Или, может быть, мама или бабушка вам рассказывала, что, ну нет, не все такие были. Попадались истроптивые барышни, которые не хотели выходить замуж. Знаете, конечно, мы сейчас так оцениваем по истории, да, какие-то рамки устанавливаем сами себе. Конечно, могли избегать невесты, все, что угодно могло быть. Невесту могли и красть. То есть тут тоже много своих деталей. Не все так лучезарно, как описывает нам история в каких-то очень радужных красках. Все так, да. Если, например, и муж обижал, она могла прийти в родительский дом. Конечно, ее могли пожалеть, но тут уж нечего делать. Разводов ведь раньше не было. Женились и выходили замуж. Можно было сказать, что навсегда. Ну и жили тогда меньше. Про урожай тоже были гадания, чтобы узнать, насколько будет удачный год? Потому что, я так понимаю, от урожая зависела напрямую жизнь наших предков, если они были крестьянами, а большинство наших предков, это, конечно, крестьяне. От этого зависело буквально, выживут они следующую зиму или нет. Как на урожай гадали? На урожай могли гадать, например, выйдя на перекресток. Прикладывали ухо к полу, к земле и слушали. Если едет кружевная телега, они слышат с таким яростным звуком. Значит, год будет урожайным, будет достаток в доме, и все будет хорошо. Как вы думаете, сейчас, в 21 веке, сохранилось у нас вот это желание заглянуть в будущее, так же, как и наши предки, и узнать, что же нас ждет? Может быть, про урожай нам уже не так важно, хотя реалии 21 века говорят, что и всемирный голод нам всем грозит. Но почему вот это неистребимое чувство человека заглянуть в будущее, даже сейчас? Это все равно таинственное, неизведанное для нас. То есть мы же еще не знаем, что произойдет в будущем. Вот нас и тянет узнать, несмотря ни на что. Даже через страх, через нечисть. Конечно, так и есть. А что-то какое-то простое гадание, не нужно ничего жечь, куда-то идти, что-то кидать. Вот перед сном, может быть, что-то сказать, что можно сделать в Рождество, и во сне, может быть, увидеть свое будущее. Конечно. Девушки брали расческу или гребешок, клали ее под подушку, ложились спать со словами. Суженый, ряженый. Суженый, ряженый. Приснись мне, наряженный. Так, и уже смотреть, кто там тебе приснится. Да. Не однажды, Андрей Малахов приснился так. Со скольки лет девушкам можно было гадать? С того времени, когда они начинали посещать вечерки. То есть для девушек, где они обучались уже какому-то серьезному рукоделию. Первые, конечно, рукодельницы, они чем занимались? Заплетали косичку на куколках, от которых они делали, хороводниц разных. И как только она освоила все такие базовые, базовые навыки рукоделия, можно так сказать, то, что закладывалось изначально, тогда она уже могла посещать вечерки. То есть это был возраст, ну, наверное, лет 10. Из 10 лет девочки ходили на вечерки. Но это не точная цифра, кто там и раньше, кто что осваивал, кто как в каком темпе осваивал. То есть годам к 14-16 они уже были замужними? Ну, как говорит история, и в 14, и в 16 вы ходили, а кто-то в девках ходил и до 20 лет. Это уже взрослый возраст считался. То есть если в 20 лет ты не замужем, все? Беспокоились очень сильно, да. Скажите про вашу семью. Вы сказали, что у вас и бабушка гадала, и мама гадала. Как эти знания передаются в вашей семье? Все передается так же, как и у прежних поколений из уст в уста, можно так сказать. Но вы видели, как бабушка ваша гадала, когда были маленькие девчонки? Нет, я не застала бабушку со стороны мамы. Меня учила гадать мама. Ну, как учила. Мы просто садились. Для меня это изначально было какой-то игрой, забавой детской, конечно. Что там по теням. Воображение ребенка безграничное. Мне было очень интересно всегда, тем более, такие спецэффекты с тенями. Театр теней, можно сказать. И мама вас учила разгадывать эти символы? Или ваша детская фантазия работала и так? Моя детская фантазия была безгранична. Да, я могла что угодно там себе напридумывать и в положительную сторону. Ну, конечно, только в положительную. Кстати, это важно, когда ты идешь гадать, настроиться все-таки на какой-то положительный исход, на какие-то радостные вести из будущего. Да, такая психологическая подготовка нужна? Как готовились? Обычно на гадании, если смотреть в историю, иконы поворачивали, крестики снимали, развязывали все узлы, которые есть на одежде. Девушки распускали волосы и до места гадания шли молча. То есть ни с кем нельзя было разговаривать. Что сбылось из ваших гаданий детских с мамой? Может быть, есть какой-то пример, что вы увидели какое-то очертание в тенях, да, сожженной бумаги, или что вы сжигали во время гадания? И это, правда, сбылось в вашей жизни. Конечно, такие гадания были. Как раз вот театр теней, так называемый, скомкать бумагу, поджечь. Раз в крещенский вечерок девушки гадали. За вороты башмачок, сняв с ноги, бросали. Будем с вами сейчас гадать? Конечно. Я готова к гаданию? Вы? Вам осталось кушак развязать до конца и волосы распустить. Волосы прямо распускать? Да. А у вас распущенные волосы? У меня распущенные волосы, под платочком. Хорошо. А мне тоже надо было платочек надеть. Так, ну все, я готова. У нас сегодня есть четыре лота. Колечко, гвоздик, монетка и ключик. Сейчас посмотрим, кто из нас разбогатеет, кто построит дом, кто выйдет замуж или кто купит новую квартиру. Муж, прости, отлично. Ну что ж, пришло время прятать наши предметы. Так, я отворачиваюсь. Вы отворачивайтесь и смотрите. А то, что ткань белая, это тоже символично? Конечно. Белая ткань служила оберегом. От нечистых сил. От нечистых сил, которые бродили в святки. Ну что, можете указывать, где примерно... Ничего приговаривать не надо. Ничего не нужно. Вот сюда мне хочется. Давайте посмотрим. Держать палец или что? Открываем. Опа! Автомобиль. Да, автомобиль. У кого-то будет квартира. Или новое место жительства. Или новое место жительства. Это переезд. Больше про переезд, скорее, я бы сказала. То есть ключик, это больше про переезд. Встретимся через год, и я вам расскажу, сбылось или нет. Давайте я вам тоже погадаю. Закрывайте глаза. Я буду менять местами. Менять местами, менять местами. Так, все, готово. Уверены? Да. Ну все, я как раз не замужем. Вот видите, судьбоносно. А почему гадали у печки, или в бане, или в различных, как будто бы потайных местах? Ну, печка или порог дома, это считались пограничные такие места, да, куда... Все. То есть нечистая сила здесь как будто бы ближе? Нет, это же здесь и углы есть, и пороги, через которые многие не могли пройти, если там какие-то, не дай бог, дурные мысли. Или кто-то делал и обереги на пороге как раз-таки, подковы. Вот опять же, откуда это все пошло? Все от наших предков. То есть это такие пограничные места, где встречаются изведанные и неизведанные. Да, но чаще, конечно, уходили в амбар, хлев, вот в такие места. Грязные места. Грязные места, темные места бани и кладбища тоже. Опять про страшное. Опять про страшное. Так, что это за гадание и о чем оно нам расскажет? Оно расскажет нам о будущем, о том, что нас ждет. Мышка, например, к богатству, а свинья, наоборот, к бедности. То есть мышка, она все в норку тащит, а свинья, она такая растратница. И вот сейчас посмотрим, кто что увидит. На самом деле здесь больше работает фантазия, как и это было много лет назад у наших предков. Но все-таки символы имеют какие-то значения или мы можем трактовать так, как нам это захочется? Символы имеют значение, но для этого нужно их прямо глубоко, глубинно изучать. Мы чаще всего с мамой ориентируемся интуитивно. То есть что увидели и трактуем уже по поведению, например, животного. Или по характерному предмету какому-то, если какой-то предмет увидели. Так что зажигаем свечку. Водичку потом менять придется идти. Ой. Цветочек. Четырехлистник. Пяти. Четырехлистник и правда удача. О, лягушка. Или это черепаха? Ничего не понимаю. Но тут правда нужно фантазию включать. Не знаю, какой-то человечек. Почтален печки какой-то. Кстати, он перевернулся у нас. Правда. Вот видите, шляпа. Да, большие руки, две ноги. Большие руки, две ноги. А может, это какие-то сумки у него? Думаете, я буду торговать чем-то? Все идет к переезду. Может, это все к прошлому гаданию у нас? Думаете, нужно связывать гадание? Не знаю. А может быть, да, я буду настолько деятельной, что вот у меня руки и ноги все вырастет. Это как символы, да, какой-то деятельности. Много дел, много работы. И много возможностей. Ладно, посмотрим через год. Что еще одно гадание? О чем оно нам расскажет? Также о будущем. Нужно скомкать листок бумаги. Мы о чем-то думаем? Что-то приговариваем или просто комкаем? Комкаем. Думаем о хорошем. И думаем о хорошем. Так. Поплотнее, да? Ну да. Получилось. Можно не сильно плотно, чтобы хоть какая-то частичка осталась. Да? И поджигаем в блюдечке обязательно. Давайте, вы будете первой. Хорошо. Осторожно. Красиво горит. Ну что, Настя, что вы видите? Ну, я вижу спящего человека с горбатым носом, с шапкой на голове. Ну, если к вашему обручальному кольцу, то, наверное, это может быть ваш суженый. Я вижу автомобиль. Однозначно. На самом деле, да. На автомобиль больше похоже. У вас есть права? Я как раз в 23-м году собираюсь получать права. Правда? Да. Это удивительно. Это не может быть просто совпадением, поэтому к правам будет и автомобиль. Ну что, поздравляю вас. Спасибо. Здорово. Это какие-то невероятные совпадения. Действительно. А современные гадания существуют? Новое поколение что-то придумывает? Конечно. Сейчас в ТикТоке есть блогеры-торологи, которые в одном видео выпускают. Вот, посмотрите и выберите карту, а продолжение вы узнаете в следующем видео, в зависимости от того, какую карту вы выбрали. Ну, это такое гадание плюс маркетинг определенный. Да, наверное, так и есть. Взяли старинный инструмент, второй, это же издревле гадали на этих картах. Конечно. А тут еще плюс ТикТок. Ну, здорово, современные технологии. Мне кажется, мы с вами здорово погадали, мне очень понравилось. Главное, с оптимизмом мы подошли к этому делу, увидели только хорошее, светлое будущее увидели. А если на него настроиться, оно обязательно не будет. Конечно, я так же считаю. Так что встретимся через год и узнаем, что у кого произошло. Договорились? Договорились. 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 Будем сделать. Продолжение следует...